Привет, дорогой зритель! Московское метро развивается стремительными темпами. В этом 2023 году была замкнута Большая кольцевая линия, открыты новые станции на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях и открыты два новых маршрута городских электричек МЦД-3 и МЦД-4. В планах до 2030 года открыть три новые линии Московского метро, открыть новые станции на действующих линиях и запустить пятый маршрут МЦД. Но в этом видео речь немного не об этом. Когда проектируются новые линии и станции на них, станциям дают проектные названия. Когда-то, в конечном итоге, построенную станцию называют по проектному названию, а когда-то, можно сказать, перед открытием, названия станции меняют на другое. В этом видео мы рассмотрим те станции, названия которых на данный момент, по моей информации, не утверждено. И их можно было бы переименовать по той или иной причине. Итак, мы начинаем. Начнем мы по порядку. С 16-й Троицкой линии. На ней нас интересуют две станции с корявыми проектными названиями. Первая – это станция генерала Тюленева. В данном названии был использован родительный падеж, ранее ни разу не применявшийся в названиях станции московского метро. Как по мне, логичным названием для этой станции будет либо Тюленевская, либо улица генерала Тюленева, что довольно длинно, но как вариант сойдет. Что касается строительства этой станции, то оно идет полным ходом. Открыть ее могут уже в марте следующего года. Вторая станция – Троицк. Данная станция будет построена к 2030 году и уже имеет довольно спорное название. Я считаю, что такого плана названия уместны только к обозначению железнодорожных станций и тому подобного. Станцию метро Троицк логичнее будет назвать Троицкая. Да, окончание Ая решает все проблемы. А что вы думаете по этому поводу? Может мои придирки и лишние, и название Троицк нормальное? Напишите свое мнение в комментариях. Интересно будет почитать. Переходим к следующей, 17-й, Рублева-Архангельской линии. На ней нас интересует всего одна станция – Серебряный Бор. Что не так с этим названием, спросите вы? Сам Серебряный Бор, именем которого по плану должна быть названа станция, расположен немного в другом месте от будущего расположения станции, а если быть точнее, то на другом берегу Москвы-реки. Поэтому логично будет назвать станцию красиво, живописная, по находящейся неподалеку одноименной улице. Что у нас со строительством этой станции? На данный момент оно не начато, но уже огорожена территория под будущую станцию и готовится к сносу здания, которое помешает процессу. Переходим к следующей, 18-й по хронологии строительства, линии – Бирюлевской. На ней нас интересует также одна станция под проектным названием «Остров мечты». Название красивое и сказочное, не спорю. Но давайте будем честны, это название станция получила по одноименному парку развлечений, расположенному рядом. Ничего не имею против этого центра, но называть его именем станцию – так себе. Может произойти все, что угодно. Он может закрыться, переехать, а станция не переедет. К тому же придется переименовывать станцию. У нас уже был пример со станции Микинина – Арбатско-Покровской линии. Ее строили на частные деньги коммерческой компании «Крокус Групп» и хотели назвать «Крокус Сити» по названию располагающегося рядом комплекса, но было решено, что это название слишком выделяющееся и не подходит. И станцию назвали «Микинина» по одноименной деревне. В случае с «Островом мечты» предлагаю назвать эту станцию двумя вариантами на выбор. Первый – это проспект Андропова. Сам проспект расположен поблизости, так что отлично подходит для наименования станции. А второй – технопарк по одноименной пересадочной станции на Замоскворецкой линии. Что касается строительства, то на данный момент уже огорожена территория под вынос коммуникаций. Происходят подготовительные работы. Ну и напоследок поговорим о станции «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии, которая будет располагаться на действующем перегоне Кожуховской печатнике. Опять же, для лаконичности я бы назвал ее «Южнопортовая» в одно слово. На месте будущей станции на данный момент каких-либо работ не ведется, местность не огорожена, никакой техники не видно. А что по вышесказанному думаете вы? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео!